Добрый день, друзья! Вы на кулинарном канале Наталья Горбачёвой. В видео о салатах из краснокочанной капусты я обещала, что покажу, как этой капустой можно покрасить пасхальные яйца. И сегодняшний ролик об этом. Но не только об этом, досматривайте видео до конца, будет ещё эксперимент. После того, как верхнюю часть кочана краснокочанной капусты я использовала для салатов, у меня осталась более жёсткая часть у основания, возле кочерыжки, она и пошла на окраску. Капусту режу на некрупные куски и складываю в кастрюлю. Заливаю холодной водой, добавляю пару столовых ложек уксуса и закладываю чистые помытые яйца. Так, чтобы они были погружены вниз, чтобы капуста окружала их со всех сторон. И теперь поставлю кастрюлю на огонь, яйца будут вариться. Яйца я варила 20 минут, затем полностью остудила, прямо в рассоле. Посмотрим, что получилось. Достаточно интенсивный цвет, с интересными вкраплениями. Мне результат нравится. Посмотрите, какие красивые. И, как обычно, пасхальные яйца, для того, чтобы они выглядели более ярко, блестяще, я протру их растительным маслом. Делать это лучше, когда яйца немного подсохнут, чтобы не стиралась краска. Вот видите, салфетка чистая, потому что если вынуть яйца из воды и сразу их начинать протирать, то можно стереть краску. Но вот когда они подсохли, краска уже хорошо держится. Она не пачкает руки, можно еще смочить. Яйца становятся вот такими глянцевыми, красивыми. Лишнее масло можно удалить сухой салфеткой. Смотрите, есть разница. А теперь я покажу еще один мой эксперимент. Но не для того, чтобы вы его повторяли, а скорее для того, чтобы не повторяли. Просто решила поделиться опытом. Я пробовала красить яйца свеклой. Делала разные варианты с уксусом, без уксуса. Но результат получался одинаковый. Сейчас я вам его покажу. Крупную свеклу я тру на терке. Яйца мне придется буквально закопать в натертую свеклу. Свеклы получилось много. Посмотрим, как она покрасит. Заливаю водой. Вода уже показалась на поверхности. Достаточно. Также добавляю 2 столовые ложки уксуса. Ставлю на огонь. Как видите, предполагаемый розовый цвет не получается. Такие яйца больше похожи на вареную картошку. Правда, внутри белок приобретает розоватый оттенок. А яйцам передается свекольный вкус. Поделитесь, пожалуйста. Может быть, у кого-то из вас есть опыт окраски яиц в оттенке красного. Я думаю, многим это будет интересно. В том числе и мне. Другие мои видео об окраске пасхальных яиц натуральными красителями, а также рецепты куличей на закваске, смотрите по ссылкам, которые находятся, как всегда, внизу под видео. А тексты рецептов на сайте едимкашу.ру Если вы еще не подписаны на мой канал, приглашаю вас подписаться. Будем готовить вместе!